Продолжение следует... По данным Дмитрия Горяева, чаще всего жители региона заболевают гепатитом А – 58%, гепатитом С – 26% и гепатитом В – 13%. Гепатиты А и Е чаще всего передаются через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки, гепатиты В, С и Д – через инъекции или обмен биологическими жидкостями. Красноярцев приглашают на общегородскую зарядку. Она пройдет в субботу 8 апреля на центральной набережной в районе Коммунального моста. Начало в 10. Разминку проведет опытный инструктор, обещают в мэрии. И событие приурочено ко Всемирному дню здоровья. До 15 апреля родители могут подать заявку в оздоровительный лагерь для своего ребенка. Запись во всех школах началась с 1 февраля. Получить путевку могут школьники от 7 до 18 лет. Управление образования направляет детей в 11 оздоровительных лагерей. Их название сейчас на экране. Ознакомиться с подробной информацией можно в школах и обратиться в управление образования. В Красноярском крае приостановили прием заявлений на бесплатные путешествия для школьников. В агентство по туризму меньше чем за месяц поступило более 7,5 тысяч заявлений на участие в программе. Прием новых заявлений приостанавливалось с четверга 6 апреля. Сейчас специалисты обрабатывают заявления на предоставление сертификатов. В агентстве по туризму рассказали, что участники программы, которым уже присвоен номер сертификата, смогут записаться в туры на апрель и май. Если в течение месяца с момента получения сертификата не заключить договор с туроператором, то он аннулируется.